Большие гастроли полезны для актёров и интересны публике. Одни учатся играть для разного зрителя, другие знакомятся с новыми лицами и жанрами. 26 театров, более 200 спектаклей от признанных режиссёров с участием известных актёров. Таков масштаб федеральной программы, которая возобновляет традиции, существовавшие в нашей стране. В советское время существовала так называемая гастрольная карта, был специальный гастрольный отдел, в результате чего практически все театры имели возможность ездить по стране. И, соответственно, житель любого региона, практически любого более-менее крупного города мог приобщиться и познакомиться со спектаклями действительно лучших театральных коллективов. В Иркутск привезли питерскую мастерскую. Несмотря на молодость, труппе всего пять лет, коллектив уже признан и носит статус государственного. Этот театр вырос из курса, собрав выпускников-энтузиастов в профессиональную команду. Сегодня в труппе 52 актёра. В репертуаре более 30 постановок. Среди них есть, как говорится, беспроигрышные варианты. Старший сын Вампилова, Зори здесь Тихий и Васильева. Но всё равно каждый раз присутствует волнение. Для нас опять, хоть и мы ездили много, это вызов, это ответственно. На каждый новый город – это большая сложность и ответственность. В коллективе работают и живут по принципам русского психологического театра, где главное – человек и его внутренний мир. Познать себя и тех, кто рядом, во многом этому способствуют и такие гастрольные турне. В Петербурге ты пришёл на один день, сыграл спектакль, увиделся, но не успел ещё со всеми наобщаться. Здесь две недели, хороших, дорогих людей. И это большое удовольствие. Из Иркутска актёры прямиком поедут в Улан-Удэ, где в течение недели будут радовать любителей театра там. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова